Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами в эфире снова я, Алексей. И сегодня в своем седьмом видео ностальгического цикла я бы по многочисленным просьбам зрителей хотел поговорить о игре с дальнобойщикой Путь к Победе. То есть логично бы было, конечно, начать мне ностальгический цикл именно с этой версии игры, но, к сожалению, у меня возникли технические проблемы. На Windows 7 она не хотела только запускаться, я ей пробовал уменьшать оперативную память, то есть как уловка с дальнобойщиками была. Не получилось, все равно выходила какая-то ошибка, пробовал понизить частоту процессора, то есть там вообще практически до гигагерца пробовал убрать, все равно тоже грань запускается, выходит ошибка, либо запускается в режиме совместимости, как ни странно, с Windows 7, но буквально там проехав пару метров, игра тут покрашивалась с такой же ошибкой, с которой и не запускалась. Ну, в общем, сейчас я решил данную проблему и хотел бы вам немножко рассказать о самой игре, то есть игра вышла в 98 году, то есть достаточно давно. Также разработчиком выступила компания SoftLab NSK совместно с Букой, то есть это авторы дальнобойщиков 2 и дальнобойщиков 3. Игра, как говорю, вышла в 98 году, 25 марта на территории РФ, а в Евросоюзе она вышла 6 июля 99 года, то есть, грубо говоря, почти через год. Так, что бы еще хотелось сказать о игре, вам предстоит управлять грузовиком одним, который вам дается в начале. По мере прохождения игры вам предстоит состязаться с соперниками, которых, слово сказать, можно выбрать при старте игры, то есть от 1 до 7. Трасс всего в игре 5, за успешное окончание гонки, то есть мы, как во время перевозки грузов, участвуем в гонках. Это основная, как бы, суть игры. Мы участвуем в гонке и нам начисляются деньги, то есть за первое место столько-то тысячи, за второе столько-то. Конечной целью игры является набрать 1 миллион долларов, по-моему, и после чего игра завершается, то есть, как бы, мы достигли цели, мы дошли до конца игры, игра завершается и все, и, ну, грубо говоря, мы ее прошли. Изначально игроку дается автомобиль ZIL и стартной капитал в 30 тысяч долларов. Как я уже говорил выше, число соперников варьируется от нуля, то есть можно самому ездить, если вы хотите просто покататься, посмотреть какие-то виды, пиксельные, так скажем, пиксельные виды. Число соперников может быть от нуля до 7 человек, то есть можно устроить настоящие гонки. Каждый из соперников имеет свой собственный автомобиль. В игре присутствует также два уровня сложности, это аркадный и симулятор. Аркадный, это не учитывается никакие характеристики автомобиля, то есть управление упрощено, как до максимально возможного уровня. Просто едете и не паритесь вообще ни о чем. А симулятор, это физическая модель, уже, конечно, более правдоподобна, то есть грузовик заносит, так он может перевернуться, если вы неаккуратно сделаете, войдете в поворот. Также, как я и говорил, влияют многие факторы на физику, то есть погодные условия, будь то дождь, еще что-то, так же грузовик может занести. С чего вообще начинается игра? Игра начинается на базе, в помещении, в котором происходит погрузка товара, выбор трассы, ну а также автомагазин там еще находится и магазин запчастей. На эту же базу водитель попадает после завершения гонки, то есть его туда телепортируют. Из пяти трасс, две спортивных и три коммерческих, ну то есть по одной, ясно-понятно, можно гоняться с другими игроками, а по остальным трем, ну, перевозить грузы, тоже так во время гонки. Чтобы совершить заезд на коммерческий, ну, на коммерческую трассу, необходим груз, то есть который вы выбираете там на базе и выезжаете на эту трассу. Но спортивных трассах, как я уже говорил, выше груз не требуется, то есть вы соревнуетесь с тягачами других игроков там, выигрываете тоже на этом деньги. Что еще хотелось бы сказать? Давайте проговорим про автомобили, которые вообще присутствуют в игре. Присутствуют в игре ZIL, КамАЗ, Ивека, Scania, Freightliner, Вольво, и МАК, и Кенвард, а также еще и Риналд. Так, ну, собственно, какие трассы? Давайте поговорим о трассах. Спортивная трасса – это кольцо, это, как я уже говорил, это спортивная трасса, одна из двух спортивных трасс. Необходимо проехать по ней три круга с незначительными разлетлениями, то есть как дорога с незначительными разлетлениями там. Круг засчитывается, если последовательно проехать через контрольную точку, то есть как обычный режим гонки, грубо говоря. Прошу прощения. Есть вторая, также спортивная трасса, называется Полигон. На ней в одиночестве необходимо проехать по маршруту, указанному стрелками, через препятствия. Бревна, там, плиты, грязь, в общем, как, грубо говоря, какой-то триал, так скажем, на грузовике. Коммерческие трассы, давайте перейдем к ним. Одна из них называется Приморск. Это ночной город, все дороги заасфальтированы. Осложняется движение тем, что на улице города можно заблудиться, конечно, если у вас нет навигатора. Вторая трасса – это Перелеси. У этой трассы есть несколько путей, пролегающих через леса. Также на ней есть небольшой город, болото и озеро. Часть дорог как асфальтированы, так грунтовые, ну, с горками, с трамплинами, несколько мостов даже присутствуют на этой трассе. И последняя трасса – это называется она Горный. То есть, как уже понятно из названия, она пролегает в горах, то есть, там есть обрывы, сели, по-моему, это называется, вополни там какие-то. В общем, интересно довольно-таки, трасса заставляет помервничать. Ну, в общем, все, что я хотел сказать, об этой игре я сказал, выделил какие-то особенности. Надеюсь, вам понравится данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok